засыпаем фиолетовые и да это в принципе можно делать и в одном контейнере добавляем краеситель и перемешиваем ребята всем привет сегодня я вам покажу два дизайна для ваших любимых слаймов в прошлом видео с дизайном для слаймов у меня было голосование снимать мне еще такие видосы или не стоит и все вы проглазовали чтобы я снимала плюс вы набрали очень много лайков под этим видео поэтому я снимаю следующую не вторую часть следующую тут уже непонятно какая часть честно говоря я вам покажу два дизайна для необычных текстур которые я делаю не так уж час например самые частые текстуры которые я делал например clear и cloud а вот эти текстуры как-то уже вот так поэтому сегодня покажу дизайны для них ну что же давайте скорее начинать но не забудьте обязательно перед началом данного видео подписаться на мой канал если ты до сих пор не подписан а также активировать колокольчик который находится рядом а теперь начинаем я взяла очень небольшой кусочек clear базы тут примерно литр может быть даже и меньше сейчас мы разделяем этот кусочек clear слайма на приблизительно три разные части вот для начала я возьму вот такой вот кусочек и сейчас в этот маленький слайм нам нужно добавлять добавки бинксу бетс как вы знаете до этого у меня были только голубые и желтые бинксу бетс сейчас у меня уже недавно появились белые и вот недавно совсем вот прям пару дней назад ко мне пришли еще и фиолетовые и розовые кто не знаю что такое бинксу бетс это вот эти вот прикольные добавки они очень прикольные получаются классные такие крайне числа и необычные многие мне пишут что это стеклярус но это не стеклярус потому что стеклярус вообще бусни такие жесткие а эти штуки мягкие так знаете трубочки такие блестящие нарезанные не знаю я вам уже их и вблизи показывала в общем то если вы хотите точно убедиться что это вообще такое можете приобрести такие слаймы они у меня частенько бывают на полках вот и сейчас я перемешиваю эти добавки со слаймом добавляю эти добавки до тех пор пока не получится нужная мне текстура не знаю достаточно ли будет того количества добавок которые я уже насыпала посмотрим да и будет вполне достаточно вы сейчас я замешаю все то что засыпала а главное сейчас мне перемешивать это все таким образом чтобы в этот слайме набралось много пузырьков потому что они вообще сам по себе очень много очень сильно уменьшаются поэтому если вдруг увидеть такие слаймы вот с этими добавками такими там зайцы чуть ли не на половинку на половину банки то блин это нормально потому что они настолько сильно увеличиваются мне кажется что например 50 миллилитров такого слайма может увеличить даже до 300 все в принципе я все замешала получился вот такой вот кусочек слайма да он небольшой я буду делать не сильно многое такого дизайна вот отложу вот так вот сторонку дальше берем мы сами следующий кусочек клеер слайма я буду делать такую знаете единороженную расцветку и дальше мы берем фиолетовый фиолетовый бинксу бэдс выглядит вот так вот они достаточно кстати темные на картинке были светлее засыпаем фиолетовые и да это в принципе можно делать и в одном контейнере потому что мы все равно все эти цвета будем класть в одну и ту же баночку вот сейчас замешиваю и то же самое будет делать с розовым кстати говоря в слайме эти фиолетовый бинксу бэдс не настолько уж и темные в пакете они какие-то прям слишком слишком нет посмотрите какие они красивые реально но такого количества бинксу бэдс еще недостаточно так что я засыпаю еще кстати в эти слаймы даже не нужно добавлять краситель потому что бинксу бэдс отлично все отражают все цвета поэтому они такие яркие получаются судить как будто я реально так много красителя вбухала в этот слайм на самом деле не капельки да такого количества бинксу бэдс уже достаточно посмотрите какой он красивый реально получается и теперь последний это розовый я его уже замешаю вот в этом контейнере потому что тут все равно последний кусочек слайма и да для розового я оставила самый большой кусочек так мне кажется что он будет самый красивый хотя не знаю потому что смотрите опять же таки посмотрите какой цвет в пакете он тоже очень темный какой-то прям странный на картинке он также был такой прям нежный а в итоге пришел такой какой-то малиновый засыпаем вау кстати говоря и с розовым тоже произошло какое-то чудо потому что посмотрите какой реально классный цвет получился нет ну скажите вообще разные оттенки и как так я не знаю потому что с синим оттенком все то же самое как в мешке так и в слайме а вот фиолетовые розовые какие-то вообще странные ну ладно я только рада что получился красивый цвет и так что мы делаем дальше дальше я беру большой контейнер и начинаем вот так вот сюда закладывать все вот так вот закладываем и конечно же розовый вот так вот это все выглядит теперь нам нужно их с вами немножечко замешать чтобы получились такие узорчики как это все сейчас выглядит прям единорожек и сверху я засыплю добавки вообще эти добавки можно было бы так не засыпать но знаете это уже будет даже как залипашка потому что я не знаю зачем но скорее всего американцы это дело так для видео просто чтобы в профиль снять я тоже это сниму в лайки знаете мне просто сильно понравилось как это выглядит но если я сейчас сверху насыплю вот так вот единорожков да вот как видите я сейчас насыпаю посыпочки засыпаю сюда белые и розовые единорожки это не значит что я поверх слаймов не буду засыпать этих единорожков я везде насыплю в каждую баночку еще сверху единорожков и блесточек вот в принципе вот такой слайм получился он нереально блестящий я бы еще сверху блестки может добавила и так хорошо давайте сейчас быстренько засниму это для лайки залипашка такая у нас будет нет ну просто реально очень красиво получилось а сейчас я этот слайм уже могу в принципе раскладывать по баночкам каким образом я это буду делать сейчас вам покажу к примеру мы с вами берем баночку с белой крышечкой отламываем вот так вот кусочек вот нашего слайма катаем из него какую-нибудь колбаску и запихиваем в баночку все очень просто и в баночке получаются эти же разводы и мне не нужно как бы отдельно в каждую баночку запихивать сначала такой потом такой потом такой потом перемешивать эти цвета и короче это гораздо проще оказалось вообще я от этого не допирала зачем американцы так смешиваться в один слайм но в итоге это гораздо проще так делать потом я сверху как я обещала засыпаю единорожку и какой-нибудь шармик с единорожкой надеюсь что я сейчас найду у себя шармик с единорогами но думаю они у меня есть да я отыскала у себя шармик с единорожкой вот так вот его сюда кладем и закрываем слайм крышечкой вот такой вот слайм получился плюс еще надо будет расклеить наклеечки и я уже после будут все клеить вот и давайте приступать уже к следующему дизайну ну что ж смотрите второй слайм у нас будет текстура джем и ох уж господи мой давно я не делала текстуру джем очень давно я подготовила для этого прозрачную базу нам нужно будет добавлять сюда снег я беру отдельную баночку но сначала нам снег нужно развести я насыпала снег и сейчас добавляю сюда воду вот прям до краев баночки снег должен быть прозрачным таким знаете а снег получается прозрачным если добавлять маленькое количество самого сухого снега и большое количество воды сейчас я замешиваю это количество снегом со слаймом если этого будет достаточно то прекрасно если нет то добавляем еще мне почему-то кажется что этого будет достаточно вообще обычную текстуру джем я делала вот прям добавляя в клей еще снег я первый раз делаю так что замешиваю уже готовый прозрачный слайм со снегом надеюсь что это не испортничал хотя как оно может испортить но пока что все идет по плану замешиваю снег со слаймом и так смотрим мне кажется можно еще немного добавить снегу поэтому сейчас еще разведу немного добавляю снег и перемешиваю все вот теперь текстура джем просто идеально только вот можно еще тот слайм немного загустить а то он разгустился благодаря тому что мы в него снег добавляли поэтому сейчас я еще буду его загущать и потом будем его уже декорировать итак я отделила разделила напополам тот самый слайм который мы сами сделали и сейчас эту половинку я окрашу в ярко-зеленый цвет добавляем краситель и перемешиваем посмотрите какой он ядерный реально нам такой и нужен вот такой вот свет у нас с вами получился он просто шикарный что я вам могу сказать теперь мы делаем по тому же принципу что и делали прошлый слайм заглядываем сюда белый и немножечко вот так вот замешиваем ну прям совсем чуть-чуть типа такого и теперь раскладываем по баночкам я уже знаю что этот слайм очень сильно уменьшится потому что в нем сейчас очень много пузырьков но вы же знаете что они увеличиваются поэтому хотя обычно есть например у меня еще из дома не уехали слаймы например еще на полке не отъехали то я и могу в них добавить потом этот слайм чтобы они были не такими уменьшенными вот зачем мы сюда добавили белый слайм потому что видите ну отчетливо видно что есть в каких-то местах прям яркий цвет в каких-то местах он такой посветлее и этот эффект передает вот этот как раз таки кусочек белого слайма надеюсь что на камере видно это теперь посыпочки я решила что посыпок в этот слайм я не буду добавлять добавлю лишь только блестки во-первых конечно же зеленые блесточки а во-вторых желтые блесточки ну а шармик в этом слайме знаете будет какой вот такой вот дождественский смотрите какой прикольный мятный леденец так что да новогодняя коллекция слаймов уже начинается я так понимаю теперь закрываю слайм крышечкой наклею наклеечки вот вы все знаете но мне очень честно говоря понравился этот дизайн слайма ну потому что реально выглядит классно ну что ж вот такие вот слаймы у нас с вами получились как это было четко мне очень понравились оба и я рада что сделала именно такие дизайны какой из этих двух вам понравился больше тот который у нас юникорн с текстурой бинкс вэтс или же джем слайм с дизайном какой-то мятный супер мятный конфеты или супер яблочный даже возможно ну что ж на этом данное видео подходит к концу и если вам оно понравилось то обязательно не забудьте его оценить пальчиком вверх подписаться на мой канал если ты до сих пор не подписан также не забывай что из других соц сетях лайки и инстаграм а ссылочки на них всегда есть в описании а я вас всех очень сильно люблю целую обожаю обнимаю спасибо что досмотрели это видео до конца и всем пока 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 пока